Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ваня Барзиков думает об уходе с проекта. Он уже ничего не чувствует к Лизе Полыгаловой. В планах Барзикова поездка к родителям, а затем в Таиланд искать свое счастье и новую любовь. Ольгу Рапунцель возмущает несправедливость. Они с Димой из кожи вон лезут в каждом этапе конкурса «Свадьба на миллион», а Кузин плюет на все, но при этом постоянно обгоняет их по количеству зрительских голосов. Кузин и Саша Артемова поругались. Он потратил без ее ведома 30 тысяч рублей на покупку парфюма. У Артемовой были на эти деньги совершенно другие планы. Они оскорбляли друг друга и решили расстаться. Саша Харитонова осталась в восторге от того, как Сергей Кучеров украсил ее комнату. Комната необыкновенная. Именно такую я и хотела. Вместе с Сергеем я чувствую себя как в сказке. Сергей сейчас является прорабом на стройке. Андрей Наумов, бывший прораб, хотел вернуть себе это звание. Пришлось провести голосование, и Сережа остался на своей должности. Новые участники проекта готовы на все, чтобы остаться в периметре. На последнем видео ребята веселятся. Иван Заря прокатил на своем горбу по мужской спальне Юлию Ефременкову, а затем стал облизывать ноги Ники Шукуровой. Андрей Наумов ухаживает за новенькой Викой, которая пришла на Дом-2 в субботу, но после общения с ребятами она предпочла Андрея. Ване тоже нравится новенькая участница Вика, они веселились с ней всю ночь. Известно, что Саша Гозиас является любительницей спиртного, и в состоянии алкогольного опьянения она не контролирует свое поведение и слова, которые говорит окружающим. Исключением не был и новогодний праздник на проекте Дом-2. В беседе с Ильей Епаровым она сказала, что в отличие от других участников проекта, она имеет дворянские благородные корни. Также в ней течет и еврейская кровь. Большинство зрителей после услышанного усомнились в адекватности Саши. Многие фанаты уверены, что цвет волос и косметологические процедуры состарили Ольгу Бузову. После уколов красоты, которые изменили форму скул, Оля визуально добавила себе несколько лет. Многие считают, что она просто себя изуродовала, из милой блондинки стала женщиной вамп. Внимание поклонников привлекло поведение Кости Иванова, а именно его реакция на новость о грядущем отцовстве. Когда он услышал о беременности Саши, он нервно сглотнул, а лицо его стало белее мела. Хорошо, что Гозиас сразу призналась, что это была шутка. Новички проекта объединились, они хотят голосовать на женском голосовании против Марины Африкантовой и, соответственно, против Андрея Чуева. Элина Камерен написала в своем микроблоге, что она всегда мечтала о большой дружной семье. «Хочу ли я еще детей? Конечно», написала она. Как говорит Бриджит Бордо, «любовь миллионов людей не согреет вас по ночам». В интернете ходят слухи, что Антон Гусев не помогает своему сыну материально. И Женя Гусева в комментариях в соцсети подтвердила эти слухи. Антон действительно не помогает мальчику. Маша Бухун публикует фотографии с новым молодым человеком. Она пишет, что это самый счастливый Новый год в ее жизни. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.